Ее называют наукой будущего, но сегодня археология изменила настоящие Беларуси. Коллекция уникальных раритетов и артефактов объединила не только прошлое и сегодняшний день, но и людей, которые по-настоящему любят белорусскую землю. Более 7 тысяч экспонатов просто невероятно были найдены на замковой горе Всеславля. Но главная находка – берестяная грамота. Третья. До этого Беларуси были известны лишь два подобных памятника письменности. Когда мы разворачивали берестяную грамоту, это была просто сенсация для нас. Все с придыханием это все делали. Работы на этом раскопе проходили более 14 дней. Археологи обнаружили эту конструкцию уже в конце первой недели раскопок. Были два основных варианта, потому что мы натолкнулись на вот эти бревна, которые вы видите. Во-первых, сначала откроилась вот та часть. Мы сначала думали, что это мостовая. Потом откроилась вот эта часть. И по этому поводу у нас было два мнения. Либо это какая-то постройка жила, либо это продолжение нашей мостовой. Наши труды не пробовали даром. У нас здесь уникальнейшие находки из дерева, которые сохраняются. Находки из кожи. Значит, потом мы нашли даже ткань. Надежда участвует в раскопках уже седьмой год и с удовольствием делится впечатлениями о такой интересной, романтичной и, главное, нужной работе. Когда стоишь там на уровне, допустим, 15-го, 12-го, 13-го века, хочется окунуться, почувствовать, это очень такое замечательное впечатление. Вам надо просто спуститься, вот когда здесь тихо, посмотреть на эти деревянные постройки, подумать о чем-то. То есть это такая атмосфера действительно очень необычная. Тем временем студент из ТФАКа Константин с удовольствием делится с нами артефактами, найденными за день. Бронзовая пряжечка. Вот, могла быть протупейная. Вот, видите, она еще в состоянии, если ее почистить, можно выбрать ее использовать. Это вот поясная пряжка. Тоже вот, но она сильно коррозированная, то есть время ее не пощадило. Это ключ, дверные ключи, то есть вот конец ключа, вот это. Ну, тоже его надо очищать, и все будет видно. Тут пистолетная пуля, свинцовая. Вот такие пули, вот как только появляется огнестрельное оружие, начинают использовать. То есть вот такие свинцовые пули. Вот. Это арбалетный болт. Вот. Хорошо пробивал литерские доспехи. То есть, ну, оружие было смертельное. Одно из самых смертельных. Вот. Ну, это вот женское украшение, бронзовый браслет. Тоже, ну, он сильно коррозирован, вот побывал в пожаре. Вот в таком состоянии. Ну, тоже, если очистить, будет смотреть. Глядя на все эти предметы, наша съемочная группа мгновенно переносится на много веков назад, представляя красоту дамы, носившей этот браслет на миниатюрной ручке. Сильную руку человека, открывающего дверь этим ключом. Но когда видишь предметы, датируемые третьим тысячелетием до нашей эры, просто захватывает дух. Воцаряется тишина. Эти раритетные вещи были найдены студентами БГУ около деревни Дрозды в Минской области. Я удельничала у разборцы объекта, где именно это находилось и похавание. А так само на моем квадрате был выявленный наконечник стралы чтенецкой культуры. Тяжко сказать, напевно, это такое очувание, что ты датыкаешься до истории некой. Очувание то, что это захавалось, ну, прозваю, 8-5 тысяч год. Далее тут можно, на нашей площади памятника можно найти певные артефакты. На том квадрате, который я копала впервые, я раскопала 19 крупных кусков. Это, скорее всего, был разлом горшка. Чувства, конечно, неимоверные. Очень рада была. Сколько тайм еще хранит наша белорусская земля? И нашим исследователям предстоит еще не одно потрясающее открытие. И об этом с удовольствием вам расскажут Алена Тимохина и Алексей Колупанко. В студии хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok